Вопрос всем. На сегодняшней игре тебе безумно понравился молодой человек или девушка? Но, увы, он или она выбрал другую, или другого. Ваши действия, Кристина, понравился на этой игре какой-то молодой человек. Он выбрал гнину. Банально, надо как-то снимать стресс будет. Здесь очень вкусное сливовое вино. Вики, ты, 500 рублей свои отработала сейчас? Девушка, наверное, должна быть достойна и не должна обязываться. Я представляю, как Нина, вцепившись в ногу Виталия, ухаживает. Девушка должна быть достойна. Это Боже, привет, ее обладает. Это Марина. Ну, не судьба пока, что надо посидеть и лучшего найти. Ты, 56 лет, Марина думает, пока не судьба. Вам безумно понравилась девушка. Не надо меня скомнить так рядом. И отвечайте, что же вы будете делать? Она ушла. Она ушла, что придется налить к чтению. Я думаю, что ей на самом деле очень от души и правда понравится. То после передачи можно было бы подойти к ней, сказать, поближе познакомиться. И уже потом, как... Сказать, что мне просто интересно. Сказать, что она не очень симпатична. И слуха, ты не права. Сказать, что она не очень симпатична. Оставай добавку. Благодарю вас на рейндж-роге, мне пацана. И приеду мне на моей шестерке. Это был самый адекватный Таверман. Пытаюсь найти ее еще и пообщаться. Найти как минимум. Стас найти просто. Создали в сетях? Достану. Или поставить в магазин. Что-то общее сейчас связывает Алана и Марину. Достану слово. Мне оно безумно понравилось. Марина данное слово употребила по поводу смс. Ну, а Алана по поводу уже найдется и она держит. Это был ответ Алана. Ты хочешь жениться, но твоя избрательница категорически не понравилась твоей маме. Твои действия, вариантов ответов нет. Думайте и гадайте сами. Что вы будете делать? Думать ничего не надо. Я думаю, если девушка нравится мне, она по-любому понравится. Это так. Мама это Вика, она будет жить с нами. Мне все равно. Главное, что она мне нравится. Так? Да. Она зарабатывает в два раза больше, чем ты. Одна и два сети. Ты поменяешь работу, поменяешь девушку, заставишь ее поменять работу или вообще оставить. Пусть дома сидит. Наверное, лучше поменяю работу. Или оставлю девушку с ее зарплатой со своей работой. Сначала поменяю работу, оставлю девушку на злой, буду богатой. Возьму, долго уеду из республики. Нет, я не сказал, расстанусь. Нет, пусть работает, зарабатывает, больше ничего. То есть, ну она больше тебя зарабатывать не будет. Будь, будь зарабатывает. А нормально? Нормально. Ну, что, нет. А я же ему позже. Это был Тами Руан. Вы собираетесь вместе пойти на свадьбу друзей со своим молодым человеком. Но он, твой молодой человек, очень оделся как-то безвкусно. Но совсем безвкусно, по твоему мнению. Что ты сделаешь? А. Пойдешь на свадьбу без него. Б. Скажешь прямо, что вкус его подкачал. И. В. Примешь его таким, какой он есть. Приму его таким, каким он есть. То есть, вы пойдете в оффшорном, в оффшорном. А потом скажи ему. А вот эта рубашка на тебе смотрелась бы гораздо круче. Потом это тогда, когда вас обсмеяли на свадьбу. Нет, возможно. А что, любимого и таким можно принять? То есть, он не так оделась в платье. Да, это я его и люблю. Ну, понятно. Но. Вот представь, ты в платье хорошем. А вот в оффшорном, в спальтингах, в тухлях. Я буду поддерживать и все будут видеть. Каким ты видишь идеальное свидание со своей любимой, в отличие еще раз, любимой девушкой? Опиши нам. В Якиторе, естественно. А я думал, на фатане кимоно, как же, стоит. Нет, кимоно можно в Якиторе, естественно. Ну, на самом деле, в ресторане, наверное, почти. А можно подробно? Подробно, как вот? Я тебе потом подробно. А вот, иначе ты будешь удивлять девушку в данный вечер? Цветами, комплиментами? Нет, цветы, комплименты, само собой. Я думаю, самое главное, чтобы мы посидели, пообщались. Если уже будет любовь с первого взгляда, то дальше. То есть ты, когда знакомишься с девушкой, создаешь ее в ресторан? Почти. Чтобы проверить. А почему мы, да, это бруалан? Молодые люди и девушки должны были подготовить свои вопросы. Девочки, такая ситуация, вы пришли на свидание к своему молодому человеку, у него очень плохое настроение, ваше действие. Сначала попытаюсь выяснить причину плохого настроения. А как ты будешь выяснить? Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Вот так? Ну, по-практиски, что с тобой? А если я не говорю причины своего плохого настроения? Чего ты не, без полков не ушла, да? Если ты не говоришь причины своего плохого настроения, значит, ты считаешь, ну, что я не знаю. Но всячески попытаюсь поднять настроение. Как? Отвлечься. Танец Капитошки, например. Да, сейчас. Значит, у него проблемы. Я же классная, на свадьбе мой звук. Сама? Конечно же, я буду спитаться всячески. И у тебя, Танец Капитошки? Сразу же напрашиваю вопрос, который обычно в своем доме, как ты можешь играть? У них группа. Сперва я буду много болтать. Это как? Да-да-да-да-да-да-да-да. Потом я начну эмоционально реагировать на все. Вау, официант! Вау! Вау, какой официант! Как он крут! А потом, наверное, расскажу ему какой-нибудь анекдот. Посмотрю в его бездонные глаза и скажу «милый». Какой анекдот? Пример. Олег, думаешь, что... Это секрет. Секрет остаток. Расскажи мне не анекдот. Ему потом неинтересно будет. Что у Алана с пальцем? Ну вот, как вы думаете, что у Алана с пальцем, а у Алана скажет нам правду? Корректные ответы, пожалуйста. Просто я могу встать. Да, у Алана, ты продемонстрируйте свой палец! А почему этот палец? Это вопрос вообще-то. Ответы это вокруг. Да-да-да. Ну, с языком, видимо, так. Да. Я знаком. А что у Алана с пальцем? Как ты думаешь? Корректный ответ. Просто знаю, Виталик... Что у Алана с пальцем? Готовил, наверное, на вчера мясо вкусное, жарленое, с овощами, случайно поцепил. Крестильно, я думаю, что порезался при готовке. На самом деле, это кимоно. Я же кабудист. Можно было... Как это звучит? Давайте. Кабудист. 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 Да, это бывает, что пальцы... Мозоли бывают, когда ты борешься в кимоно. То есть, если кимоно болит, они... Это спортивная травма. Я же путь к сердцу мужчины лежит через вожжую ногу, да? А путь к сердцу девушки лежит через что? На самом деле, я не могу отвечать за всех девушек. Ну, по вашему мне, так же я от себя пускаю? Я лично, да. Моему сердцу лежит... Я тоже люблю мясо, овощи. И вот вариант ответа по поводу Олана Байса у вас бы лучше. Пусть к сердцу женщины лежит через ваши поступки. То, как вы к ним однете. Понял? Спасибо. Моя мама очень любит цветы. И если молодой человек догадается подарить моей маме цветы, вот тогда-то я подумаю. Верите в любовь с первого взгляда. Если да, нет, почему? Она существует, но эта связь неземная. Ну, конечно, иначе тогда что мы все здесь делаем? Поэтому каждый из нас верит. И поэтому сегодня мы здесь. Но на самом деле до сегодняшнего дня не верил. И вот тут оп, я в шоке сижу до сих пор. А в конце передачи узнаем. Кто-то дал звонить своей жене, извини. Вот какой самый безумный поступок ради вас совершал мужчина? Олег, припомните, что вы там делали под окнами? Я танцевал танец Капитоши, который я учил так долго. Любимый, любимый. Ваш любимый. Он пытался сохранить наши отношения на расстоянии, сохранять всю нашу любовь. То есть старался всячески поддерживать наши отношения, что не мало. Мишка и расстояние повторяются в моем случае. Кто побольше не сказал Мишку? Слушайте, значит, было так. Дело было летом. Было чем заниматься. Довольно такие. Значит, мы общались на расстоянии. И тут я приезжаю с гастроли. А ко мне приходит молодой человек, очень красивый, еще очень красивая девушка. И они говорят, я говорю, вам кто нужен? А она говорит, у Амарина. Я говорю, да, это я. А вот это вам. А через некоторое время он просто через два дня буквально приехал. А спроситься за его работой не так легко было. Вот такой вот он суть в бизнесе сделал. У каждого человека есть свои плюсы и минусы. Да нет. Есть. Идеальных людей нет. А Виталик? Он ближе к идеалу, я бы сказала. Какие вы знаете все свои плюсы и минусы? Все свои положительные, отрицательные качества? И вот если можно, насколько искренне вы можете ответить на это вопрос? Смотрите, какого человека рядом с тобой каждый из вас сидите? Во-первых, идеальный, я так думаю. Идеальный это не тот, у кого только плюсы. Идеальный это тот, у кого и минусы есть. То есть только плюсов не бывает. И вопрос. Не знаю, сложно ли я на себе? Я, может, честный, стабильный. Стабильный заработной плоти? Добрый, да. Ну какая она должна быть? Та, которая будет в ваших стране. Знает все свои минусы. Честная, добрая. Честная, я хотел бы отметить. Верная. Красивая, естественно. Гламурная, а богатая. И богатая. Общительная, веселая. Мясо готовила. Мясо готовила, да. Добрая. Жизнерадостная. Или чтобы могла по возможности, как можно, из любой ситуации найти. Главное, чтобы она уважала человека, с кем находится рядом. Именно уважение. Понимала, вот и то. Могла найти выход в любой ситуации. И женщина должна быть немножко веса. В высшем, я считаю, должна быть немножко хитрее мужа. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.